Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Друзья, а вы подписаны на наш канал? В последнее время я все чаще задаюсь вопросом, как и почему от выпуска к выпуску количество наших постоянных зрителей остается стабильным. Более того, каждую неделю я читаю комментарии одних и тех же персонажей. Согласно статистике за август, 45% наших зрителей живут за пределами Садового кольца, 21% обитают в Украине, 6,5% зрителей из моего родного Казахстана, а 3% из Белоруссии и целый 1% из Германии. Я, конечно, не удивляюсь, что 98% аудитории нашего канала это мужчины. Более того, ровно 45% наших зрителей, как и я, сейчас находятся в возрасте от 25 до 35 лет и 40% подписчиков от 35 до 45 лет. В общем, друзья, напишите в комментариях ваш город или страну, ну и, конечно, поделитесь мнением, почему же вы смотрите наш канал. Ну а кто впервые на нашем канале, то прошу прямо сейчас подписаться на него и поставить колокольчик, чтобы не пропустить очередное полезное видео, которое, вполне возможно, поможет вам разобраться в рынке криптовалют и заработать пару иксов. Ну или, как минимум, помогут научиться отличать майнинг от халвинга, а фибоначи от паттерна. Вот еще что хотела спросить. Вы, случайно, не забыли о конкурсе, в котором мы разыгрываем аппаратный кошелек CQX W10? Кто не в курсе, тогда советую быстренько перейти в наш телеграм-канал и испытать удачу на прочность. Кстати, для тех, кто хочет лицезреть меня лично, ответственно заявляю, что 20 сентября я весь день буду на конференции блокчейн.ua. Мы будем снимать большой сюжет, так что подходите, давайте знакомиться и, конечно же, фоткаться. Ну а для тех, кто хочет билетик на халяву, даю подсказку. В этом году голд-спонсором блокчейн.ua являются наши любимые партнеры, биржа Окикс. И в их телеграм-чате, если очень попросить, можно получить лишний билетик. Собственно, на этой приятной ноте я предлагаю перейти к просмотру нашего традиционного рекламно-информационного блока новостей. Погнали! NEM Catapult. Обновление Слон. Elephant. Часть 2. Канал Криптодилерс продолжает знакомить вас с обновлениями NEM. Catapult – это новое полнофункциональное ядро NEM, в котором этапы разработки расположены в алфавитном порядке и имеют кодовые названия. В этой серии мы изучим изменения в пятом мейлстоуне программного обеспечения Catapult под кодовым названием Слон – Elephant. Во второй части этой серии мы расскажем вам о новых добавленных функциях, таких как рестрикционные мозаики, рестрикционные аккаунты и метаданные. Рестрикционные мозаики. Со вторым обновлением Слон – Elephant у мозаик появилось новое настраиваемое свойство – рестрикции. Если свойство рестрикции настроено верно, во время создания мозаики создатель будет иметь больший контроль над владением и передачей своего актива. Функция будет отключена по дефолту и не повлияет на токены, где требуется автономия. Функция рестрикции мозаики, выпущенная на платформе NEM, позволит токенизированным ценным бумагам – STO – соответствовать регулятивным нормам и строгим правилам по токенизированным ценным бумагам. Это делает внутрисетевую торговлю более удобной для предоставления прав инвесторам по конвертации, покупке и продаже токенизированных ценных бумаг. Кроме того, рестрикционные мозаики предоставляют регуляторным органам, властям, возможность замораживать активы, если инвесторы нарушают договорные соглашения. Создатель сможет управлять передачей мозаики с помощью двух основных механизмов. Глобальная рестрикция мозаики определяется как беспроводная глобальная вычислительная сеть с определенными правилами рестрикции – ограничениями. Каждая рестрикция может быть создана с одним правилом применения или сразу с несколькими правилами применения, где каждое правило предусматривает определенные условия. Только аккаунты с ключевыми идентификаторами и значениями, которые соответствуют данным критериям, получат разрешение на выполнение сделок с активом. Рестрикция адреса мозаики определяет статус каждого отдельного аккаунта в отношении рестрикции – ограничения мозаики. Рестрикция адреса мозаики определяет параметры, при которых создатель мозаики с помощью транзакции изменяет рестрикцию – параметр ограничения мозаики, тем самым определяя возможность для аккаунта выполнять мозаичную транзакцию или нет. Если статус аккаунта соответствует верным значениям, которые установлены в глобальной рестрикции, Тогда аккаунт сможет осуществлять сделки с мозаикой. В противном случае аккаунт должен будет запросить у создателя мозаики повышенные полномочия, разрешения или дождаться изменения в глобальной рестрикции мозаики. Метаданные. В программном обновлении Slon, Elephant, представлена возможность связывать метаданные с объектами, позволяя пользователям прикреплять релевантную информацию для аккаунтов, мозаик и пространств имен. Метаданные назначаются с помощью метаданной транзакции, которая содержит, например, размер транзакции, количество вводов и количество выводов и других параметров. Метаданные транзакции могут быть инициированы третьими сторонами, но не будут выполнены без разрешения владельца аккаунта. Это аналогично отправке сообщений в блокчейне с помощью транзакций, где значения метаданных имеют произвольную форму и не требуют никакой проверки блокчейном. В программном обновлении Catapult хранится история о сегментных назначенных метаданных, которые сохраняют последнее значение для назначенных объектов, тем самым произведя быструю его индексацию. Метаданные являются уникальной функцией с различными вариантами использования, поскольку метаданные позволяют пользователям не только прикреплять жизненно важную информацию к объектам, а также выполнять внесетевые действия, зависящие от конкретных содержащихся в нем значений. Вот несколько примеров того, как компании или пользователи могут воспользоваться этой функцией. Цифровое нотариальное заверение. Важные документы, такие как сертификаты, афидевиты или соглашения, могут быть добавлены к аккаунту в качестве доказательства подлинности на блокчейне. Доверенная сторона может проверять документы, подписывать метаданные в аккаунтах, оцифровывая действительность документов для обеспечения удобства и безопасности. Управление доступом. Объекты могут использовать метаданные для управления доступом к своим конфиденциальным ресурсам – данным. Каждый аккаунт для доступа к данным может быть помечен метаданными с определенными условиями, такими как уровень допуска, когда производить допуск, где и так далее. Когда запрашивается допуск к объекту, приложение выполняет проверку, чтобы убедиться, что все условия соответствуют, прежде чем предоставить доступ. Идентификатор токенизированных ценных бумаг. Метаданные могут использоваться для подтверждения информации о токенизированных ценных бумагах. Небольшие фрагменты данных, такие как официальное имя, тикер или международный идентификационный номер ценных бумаг, могут быть добавлены в виде метаданных в цепочке сети, а большие документы, такие как проспект, документ, содержащий подробную информацию о новом выпуске акций, или соглашение с инвестором, могут храниться вне цепочки блоков, вне сети, публичная проверка пространства имен. Метаданные могут быть добавлены к пространствам имен, чтобы помочь пользователям подтвердить, верифицировать владение доменом. Изложенные данные могут включать в себя такую информацию, как информация о владельце и дате регистрации пространства имен, а также административные или технические контактные данные. Это укрепит доверие пользователей к пространствам имен в блокчейне, поскольку это даст возможность дважды перепроверять данные перед их взаимодействием. Рестрикция исходящего аккаунта. Рестрикция исходящего аккаунта впервые введена в Майлстоуне программного обновления Корова, Коу. Рестрикция аккаунта позволяет пользователям устанавливать интеллектуальные правила, где можно настраивать параметры нежелательных входящих транзакций по адресу, по типу транзакции или по мозаике. Возможно, вы помните данную функцию, но под другим названием, например, как фильтр аккаунта или свойство аккаунта. Но данная функция была переименована в рестрикцию аккаунта в соответствии с названием «Рестрикция мозаики». С программным обновлением Sloan рестрикция аккаунта может фильтровать исходящие транзакции по адресу и сделкам в дополнение к входящим транзакциям. Это означает, что пользователи могут настраивать рестрикцию аккаунта на отправку транзакций, исходящей транзакции и на получение транзакции входящей транзакции. Данное улучшение увеличит возможность настройки аккаунтов NEM и будет функционировать главным образом в качестве элемента безопасности. Пишите в комментариях ваше мнение, как внедрение этих обновлений в сети NEM повлияет на цену XEM. Sportsbet – первый лицензированный биткоин спортсбук. На данный момент состояние рынка криптовалют заставляет задуматься об альтернативных источниках получения дохода, ведь классический майнинг и даже элементарный трейдинг во время медвежьего рынка, когда весь коин-маркеткап красный, становятся слишком рисковыми для большинства участников криптомира. Сегодня редакция канала CryptoDealers хочет кратко рассказать о быстро развивающейся области гемблинга и спортивных ставок. Индустрия онлайн-гемблинга постепенно формирует новые и честные подходы благодаря использованию технологии блокчейн и криптовалютам, что, конечно же, привлекает новых игроков. Игровые платформы, построившие свои процессы на данной технологии, добиваются новых высоких показателей посещаемости и выбиваются в лидеры рынка. Sportsbet.io – самый стремительно растущий букмекерский сайт в индустрии, который принимает ставки в биткоинах. Sportsbet.io предлагает более 420 тысяч предматчевых событий в год, а также постоянно растущий список матчей, которые транслируются в прямом эфире круглосуточно. Sportsbet.io разработан и является собственностью Embed Solutions NV. Он лицензирован и регулируется правительством Кюрасау под игровой лицензией 1668GAZ. Sportsbet.io – биткоин-букмекер, который строит свою работу на трех базовых принципах – скорость, честность и увлекательность. Команда Sportsbet.io стремится предлагать спортивным болельщикам и держателям биткоинов нечто особенное, и мы надеемся, что вы по достоинству оцените наши старания. Многолетний опыт деятельности в сфере ставок на спорт в фиатной валюте, использование криптоигровой платформы Coin Gaming.io и статус официального партнера биткоин-казино BitCasino.io дает уверенность в том, что впечатления клиентов Sportsbet.io превзойдут их ожидания. Для удобного обмена на криптовалюты компания предлагает воспользоваться btcx.com и таким образом сделать депозит на Sportsbet.io в криптовалюте. Это позволит ощутить полную анонимность вашей игры на сайте этого криптобукмекера. Игроков Sportsbet.io ждет отличный игровой опыт. К их услугам огромный выбор рынков и спортивных событий, поддержка 24 на 7, сногсшибательные VIP-хостес, потрясающие промо-акции и, что самое главное, супер-быстрые выплаты выигрышей. Формат сайта Sportsbet.io очень похож на те, с которыми игроки уже знакомы. Главное отличие – это скорость обработки платежей и безопасность. Депозиты и выплаты в биткоинах занимают всего несколько секунд. Кроме того, биткоин-транзакции анонимны. Хотим обратить ваше внимание, что делая ставки на ресурсы Sportsbet.io с помощью биткоина, вы имеете возможность стать VIP-игроком. VIP-игрок – это пользователь, который играет очень часто и является лояльным игроком. VIP-игрокам предлагается персональное обслуживание и эксклюзивные подарки, соответствующие индивидуальным пожеланиям данного игрока. VIP-игроки получают специальные промо-предложения и прикрепленного к ним аккаунт менеджера, который помогает с наградами и дополнительными бонусами, такие как, например, бонусы в честь дня рождения. VIP-игроки также могут получать специальные приглашения с перелетами и проживанием за счет компаний. Все подробности о возможностях заработка криптовалюты на ресурсе Sportsbet.io вы найдете, перейдя по ссылке, которую мы оставим в описании к выпуску. Как купить Fashion Coin через Privat24? Если вы еще не установили приложение Fashion Wallet и у вас Android-смартфон, установите его. В ближайшее время приложение будет доступно для владельцев iOS-устройств. После того, как вы установили приложение, откройте его и выберите пункт Sign Up, чтобы создать себе крипто-нейм. Перед покупкой Fashion Coin обязательно укажите номер телефона. Перейдите в раздел Settings, далее Crypto Name Information и укажите номер телефона. По этому номеру будут начислены монеты. Войдите в Privat24 и выберите вкладку Мои платежи. Нажмите на кнопку новый платеж и найти компанию. Введите название сервиса btcu.biz. Напишите номер телефона и сумму покупки. Подтвердите платеж. На ваш телефон придет смс-код. Скопируйте его. Зайдите на сайт btcu.biz. В разделе Получить выберите Погасить код из терминала. Вставьте код, указанный в смс. Ознакомьтесь и согласитесь с условиями использования сервиса. Убедитесь, что код принят и сумма совладается внесенной через приложение Privat24. Нажмите кнопку Далее. Выберите раздел Fashion Coin, чтобы получить Fashion Coin на свой криптонейм. Введите телефон, который привязан к криптонейм и нажмите кнопку Далее. На ваш телефон будет отправлено сообщение с кодом верификации. Для подтверждения введите смс-код. Монеты будут автоматически зачислены на ваш криптонейм. Amazonia's Green Coin Непрерывная вырубка лесов Амазонии является основной причиной ее разрушения. Поэтому возникла инициатива EBCF, которая объединила неравнодушных представителей частного предпринимательства и государственного сектора. Новая криптовалюта, разработанная на базе технологий блокчейн, стимулируя ответственное поведение человечества к земле, способна остановить обезлесенье в тропических лесах Амазонки. Другими словами, это обеспечит сокращение выбросов СО2, поддержит развитие местных сообществ и поможет сохранить драгоценный тропический лес. Помимо кислорода в Амазонии растут несколько ценных растений, которые являются потенциальным источником лечения смертельных болезней. С помощью этой инициативы EBCF будет гарантировать защиту первого частного заповедника, когда-либо созданного в Амазонии, который включает более сотни миллионов деревьев, 500 различных видов, находящихся под угрозой исчезновения и важные реки. Следующим шагом для EBCF является развитие инициативы We are Amazonian, что заключается в формировании сообщества для своих пользователей с предоставлением им членства и возможности общаться с заинтересованными сторонами, потребителями и поставщиками. Инвесторы могут извлечь прибыль, поскольку их инвестиции применяются в устойчивых проектах с высокой рентабельностью инвестиций. Цель состоит в том, чтобы предоставить владельцам криптовалют-инвестиционные возможности, связанные с тропическим лесом Амазонии, таким образом, чтобы они могли применять свои криптовалюты в безопасной, согласованной и экономически эффективной системе. Проект Amazonia с GreenCoin начинает первый этап привлечения инвестиций уже 1 октября, и до 31 числа того же месяца криптовалюту Amacoin можно приобрести с максимальной скидкой в 20%. Приобрести экологический цифровой актив можно будет как за биткоины и эфиры, так и за фиатные средства. Ссылка на проект в описании к выпуску, а подробный обзор проекта смотрите у нас на канале. Учитывая нынешнее состояние CoinMarketCap, предлагаю сегодня дружно соблюдать крипто-шабар. А может принесем кого-то в жертву золотому теленку и попросим вернуть биток по 20, эфирку по косарю и немчик по баксу, а лучше по 2. Друзья, пишите в комментариях, как вам наш сегодняшний выпуск и делитесь своими секретами криптомагии. А на этом у меня все, не забывайте подписываться на наш твиттер. С вами была Миша, всем пока!